Всем привет! Я нахожусь в Октябрьском районе, еду по улице Кашурниково, это район Золотой Нивы. Петро Золотая Нива, вот выход из права слева. Еду в сторону Тымжика и сейчас проеду по Верхнему Есенина. Есть у меня клиентики, которым интересен этот район. Верхний Есенин. Вот сейчас я поворачиваю на улицу Бориса Богаткова и попадаю уже вот за светофором, за этим, в Дзержинский район города Новосибирска. Многие жители МЖК вот здесь выходят из метро, кто там особенно с левого берега едет и прыгают на маршрутки, которых полно здесь будет, чтобы добраться до дома. Это улица Бориса Богаткова, сейчас будет остановка Кафе Лада и вот до Кафе Лада справа слева вторичку можно смело покупать. Это рядышком с метро, как оно считается у нас в Новосибирске, недалеко. Ну дальше туда Есенина, это уже прям совсем на любителя, кто любит по грязи, по гололеду ходить, можете и там рассматривать, но я уже не рекомендую, потому что не совсем комфортно. Вот он перекресток, Кафе Лада и до этого момента можно покупать жилье, оно ликвидное, то есть рядом метро, рядом школы, садики, здесь много чего рядом есть. И цены гораздо ниже, чем на той же Березовой роще или еще куда-то ближе к центру, к центральной части города. Так что вот такое здесь местечко, смотрите, да. А все же на любителя, кого-то привезешь вот в это место и он, клиент, ух ты, здесь как там у нас где-то в Казахстане, похоже прям, ну, или в Иркутске, да, район кажется близким, родной, знакомый. Все, я здесь покупаю. Привезешь куда-то на Красный проспект, что-то там давит, что-то там, шума много, людей много. А здесь вот, видите, такая маленькая деревня недалеко от метро. Вот, это вот остановочка в Есенино, ну, отсюда уже, честно говоря, далековато идти до метро, хотя, в принципе, минут, наверное, 15-20, смотря кто как ходит, можно дойти. Вот, слева здесь тоже вторичка. Ну, так, в натяг, кому нужна развязочка. Ну, ребят, опять же, я повторяю, люди напишут, это очень далеко от метро, еще что-то. Ребят, цена, цена. Потому что много таких диванных экспертов, которые сидят на мамином диване, они в жизни никогда себе вообще, ну, не смогут позволить купить хоть какую-то недвижимость. Но они очень там большие знатоки цен города и могут что-то писать там, ну, такие вещи. Поэтому никогда не слушайте таких людей, не читайте никакие форумы. Большинство писателей на этих форумах вот такие диванные мамкиные бойцы сидят и пишут, все они знают, везде все в теме. Не обращайте внимания и не сбивайте себя с толку. Если вам нужна информация по недвижимости, по городу, пишите, звоните мне. Ну, либо, опять же, пишите в личку, я вас добавлю в нашу группу в телеге, где тоже есть много людей, которые вам могут что-то посоветовать, либо подтвердить мои слова. Смотрите, какая шикарная улица Есенина. Слева здесь у нас улица Куприна. Вот по Богатково я когда поворачивал направо, ну, у нас это место называется Верхняя Есенина. А если бы я повернул налево, там в яме Нижняя Есенина было бы, да, вот так называется. Ну, вот я выезжаю уже на улицу Никитина. Не выезжаю, не успею я, не буду вылазить на перекресток. Здесь и не получится, вот. Чудесный 13-й трамвайчик. Вот он. Все у нас там граждане, видите, едут в сторону барахолки уже такие в тюбетейках, в платках. Ну, вот такой здесь райончик, да. Поэтому я никогда не скрываю ничего от клиентов. Я всегда говорю, где, что, какая криминальная обстановка в районах, где, как. То есть, ну, стараюсь все это говорить, потому что люди ко мне обращаются в основном по рекомендации. У меня нет рекламы, типа продам там любое жилье в Новосибирске. И поверьте, я такой рекламы уже много лет не даю. Мне это не надо. Вот эти холодные звонки, честно говоря, работы хватает, чтобы еще тратить время на людей, которым ничего не надо, а просто спрашивают. Это уж пусть этим занимаются наши стажеры. Ну, у нас в агентстве нет стажеров, много стажеров во всяких больших агентствах, в которых нанимают, чтобы они делали вот эти вот холодные бестолковые звоночки. Так, ну, здесь переезд еще такой ничего. Трамвайные рельсы в хорошем состоянии. Там, конечно, разруха в частном секторе, дороги убитые. Ну, а это Кусинобродское шоссе. За светофором за мной была улица Никитина. Это Кусинобродское шоссе. И сейчас я, кстати, проеду, редко проезжаю, улица Лазурной. Покажу вам старые МЖК. Не то, которые привыкли все видеть. Улицу Волочаевскую, Пателлицыно, где новые дома. Здесь есть и прям такая вторичка 90-х годов. Сейчас я вам ее покажу. Целая компания мопедистов тут. Ребятишек на электромопедах, что ли? Что? Похоже на электромопеды, да, какие-то. Во! Вот он, еще вот такой есть МЖК. Здесь конечная остановка троллейбуса. Я сейчас проеду такой непопулярной дорогой. Проеду той дорогой, где тут обычно местные объезжают пробки. Кто знает МЖК. Вот здесь есть такой проездик. Мимо чудесной заправочки. Где я в основном всегда и заправляюсь. На прайме. Это у нас улица Владимира Высоцкого. Так называемая старая МЖК. А там он дальше за кустами уже вот более-менее новенькие дома. Здесь, естественно, зелени много. На дороге не обращайте внимания. Это для Новосибирска нормальная дорога. Потому что у нас не везде идеальные дороги. Никто у нас этим толком не занимается. А если дороги делают, мне, я думаю, подписчики не дадут соврать. Все это, как правило, на сезон. Весной все расползается. Потому что все делается из вещества на букву Г и палок. Видите, какая тут ямка. Вот вам небольшая экскурсия по... О, мужички тут уютненько в старом гаражике. Занимаются своими делами. Вот он есть еще и вот такой МЖК. МЖК восточный жилмассив. Стадион тут есть. Вот они, дома, панельки 90-х годов, 2000-х. И сейчас я выйду на улицу Высоцкого. Даже не вот сейчас я еду по Высоцкого, а выйду на улицу. Тоже на букву В, Волочаевская. Вот. Что-то я тут сколько раз проезжал, ни разу не видел этих антенн. Что за антенны? Какое-то тут спутниковое телевидение, что ли. Какое-то древнее телевещание. Уже давно все это дело более современное, я думаю. И уже оно, в принципе, не надо это никому все. Так, ну что, пропустим мы этот тазик. Вот это все улица Высоцкого. И вон следующий светофор. Это я выезжаю на улицу Волочаевскую. Вот она улица Волочаевская. Вчера у нас в небе все гремело, молнии были и все такое. А дождя-то, в принципе, в городе и не было. Немножко проморосило и все. Вот эти дома, типа, ну, новые, да, за трубой, которые стоят, они, обратите внимание, все без балконов, там нет балконов вообще. Вот такие строили человенечки, как любят говорить у нас некоторые. Без балконов совсем, ну, просто вот. Без балкона как-то вот печально, да? Даже хоть студию купи, хоть квартиру, а всегда найдется, что на балконе хранить. Вот у вас, я уверен, у каждого на балконе что-то долежит, что такое, ну, не хотелось бы, чтобы оно дома было. Вот смотрите, ни одного балкона. Видимо, был такой, я думаю, эксперимент. Решили строить самое-самое дешевое здесь жилье. А здесь реально самое дешевое жилье на правом берегу, друзья. Где бы вы что ни искали, здесь оно самое дешевое. Видите, нет балконов справа, слева дома стоят, их нет. От слова совсем. От слова совсем. Просто некоторые, может быть, подумают, ну, у меня спрашивают, с другой стороны там балконы есть. Нет. В этих домах, смотрите, балконов не имеется. А вот дальше уже начали, хоть и страшненькие балкончики, посмотрите, да, ужасненькие страшные балконы. Все они со временем какие-то делаются разные. Они уже появились вот в этих домах. Посмотрите, как прекрасно у нас поменялась погодка. Пошел благодатный дождь. Для Новосибирска это очень круто. Для меня круто. Свежо, нет пыли. 21 градус на улице. По сравнению с тем, что было вчера 31 и была жара, сейчас это просто благодать реально. Выезжаем с МЖК. Вот оно, вот такое. Вы знаете, я не знаю уже сколько, в миллионы раз, наверное, такие ситуации интересные. Едут клиенты в город выбирать какое-то жилье, искать, покупать. Они насмотрятся, это я к чему говорю, что не смотрите никакие там видосики про красивый Новосибирск, еще что-то. Я не знаю, может платят этим блогерам, чтобы они там это все показывали. Но на самом деле все гораздо, я не хочу сказать, что хуже, все гораздо проще, ребята, все гораздо проще в нашем городе. Не читайте форумы, где сидят эти мамины эксперты. Ездишь, смотришь жилье, как бы человек едет, я уже ориентирую по районам, по контингенту, по многим параметрам. И вы знаете, через буквально несколько дней очень знакомая ситуация, когда мне клиенты говорят, вы знаете, да, вот вы были правы, вы были там по таким-то вот моментам, вы правы, да, спасибо вам и все такое. Понимаете? И мне это приятно, когда приезжает человек, не местный, в этот прекрасный город Новосибирск, в розовых очках. И благодаря мне они быстро слетают, и у человека меняется мнение, и даже какие-то предпочтения уже к покупке. И он делает более осознанный выбор, а не выбор на каких-то видео там непонятных, знаете, человек в недвижимости вообще, ну, не шарит. Он что-то там рекомендует, какие-то советы дает, там еще что-то, ну, я не раз смотрю на видео, но просто молчу, думаю, ну, блин. Есть люди, да, которые уши развесили, лопухи, и все это дело слушают, смотрят. Это же не снять в аренду квартиру, вы сняли, пожили здесь там на МЖК, допустим, ну, вам не понравилось, ну, бог с ним съехали и в другом районе. Это, ребят, покупка квартиры, и надо, скажем так, обращаться к профессионалам. Смотрите, какой шагом маршал четверохлапой идет красивый. Надо более серьезно относиться и обращаться к профессионалам, которые вам помогут, то есть ко мне. Потому что есть у нас такие профессионалы, еще раз скажу, там, в кавычках, типа стажеров, там, начинающих, у которых есть планы, надо любой ценой там какой-то сделать план, сделки. И поверьте, вам не будет человек там что-то наговаривать, там, вот вы приехали купить квартиру на Затулинке, он вам на Затулинке ее и продаст, если вы, ну, не шарите в городе. Он вам ничего там, выбора никакого делать не будет, потому что цель одна, быстренько слупить с вас денежек и все, и все такое. Поэтому имейте в виду, когда, ну, это логично, если вам что-то очень красиво в уши вливают, прям, ну, рассказывают, убеждают, там, и все такое. Ну, скорее всего, с большей вероятностью это все неправда, да. Я думаю, все люди взрослые все понимают. Поэтому делайте выводы. Бывает, люди покупают жилье в такой тьма таракане, не посовещавшись, что и продать-то это жилье не так-то просто. А купили вы квартиру, какой-нибудь вам риэлтор впарил, еще, знаете, бывает, продавец может немножко там тысяч пятьдесят доплачивать риэлтору, чтобы он, ну, просто вот впаривал эту квартиру, и все, ему выгодно, он комиссию свою, еще и продавец ему полтишок сверху даст, да. И вы покупаете квартиру, не зная того, что она уже там выше рынка, она не стоит этих денег. И, сами понимаете, продать, хотя бы вернуть свои деньги уже будет сложно. Есть и такое, друзья. Ну, тем временем, я уже на улице Волочаевской опять, и сейчас буду выезжать на Гусинобродское шоссе. Сейчас проеду в сторону остановки Молодежная, как раз где у нас Бориса Богаткова Золотая Нива. Такое вам сегодня кино. О, обалденная погода, свежо, классно. Сегодня выходной день, и очень много приезжает, особенно там где-нибудь с деревень, с области, да, вот на эти рынки. На эти рыночки, думая, что здесь все дешево и все такое, да, люди до сих пор живут в девяностые годы, эти покупатели верят в то, что на рынке типа все дешевле и выбор больше. Могу сказать, что они ошибаются. В интернете все дешевле. А здесь даже, а, ну, здесь дождик только начинается, да, еще сухо все. Мы уже очень давно покупаем вещи, ну, не знаю, я себе даже те же футболки какие-то, все через интернет. И, поверьте, все гораздо дешевле и качественнее, чем на этих рынках. Я не хочу хейтить. Есть, конечно, у нас люди, которые молятся на это дело. Для них это целый ритуал приехать на рынок, походить, потоптаться, чтобы вас там обматерили, рогом посмотрели, сглазили, не знаю, там, вот это, ну, душевность вот эта не хватает. Конечно, люди ходят. Но я могу сказать, что в интернете все дешевле. Ну, а в каких-нибудь торговых центрах не буду рекламировать. Ну, еще и прилично. Особенно зимой. Если, представляете, вы где-то там с деревни едете на машине. Поставили машину в тепло и пошли гулять цивильненько. Ну, ребят, 21 век на дворе. Что за ряд такой? Все стоят. Пока дождешься, что все про... Смотрите, что за пробка-то. Никто не едет, все стоят. Пока этих ребят дождешься, реально не то, что дождь, уже и снег пойдет. Видимо, все какие-то не местные. Вот она, наша гусинка ГБШ. Гусинобродское шоссе. Вот такие названия у этой улицы. Которая за светофором уже превращается у нас в улицу Никитина. Мы местные, конечно, все это знаем. Особенно я все эти улицы просто называю для наших подписчиков из других регионов, которые учат по моим видео город. И могу вам сказать, бывает, встречаю людей, они на удивление прям вообще знают какие-то места. Все знакомы, это мы видели, это мы знаем только по видео. Представляете, по моим видео. Ржавенький древний тринадцатый трамвайчик. Ну, здесь рельсы, конечно. Что-нибудь как-то надо посовременнее делать, типа где на Гоголя, возле галереи Новосибирск, там с металлическими какими-то плитами. Все сделано цивильненько, красиво. А здесь прыгаешь как через какие-то препятствия. Да и сами рельсы посмотрите, кривые какие. На видео, я думаю, можно увидеть, что они вообще как-то колесо на велосипеде в детстве, как говорили, восьмеркой, да, вот такие же и рельсы. Еще раз хочу напомнить для ждунов, так называемых клиентов, которые, как бы, откладывают покупку квартиры. То есть у них есть возможность это сделать, но они чего-то ждут, чего-то ожидают. Могу сказать, ребята, не ждите, звоните, обращайтесь. Особенно это касается вторички. Могу вам по опыту сказать, что осенью, где-то вот сентябрь-октябрь, будет рост цен на вторичную недвижимость. Это логично по всем параметрам. Так что, если кто-то откладывает покупку до нового года, до следующего года, то вы будете очень-очень неприятно удивлены. Ну, а я приехал вот в такой вот спальный райончик возле метро «Золотая Нева». У меня тут показик. И на этом буду заканчивать свое видео. Всем, кто смотрит, кто ставит лайкосики, всем большое спасибо. Всех уже постоянных подписчиков по никам, по логинам знаю. Ну, здесь вот такие гаражики. Ну, хоть дорогу сделали, хоть какую-то. Я помню, здесь пару лет назад вообще дорога была страшнючая. Вот они и панелечки. Девятиэтажные типовые домики стоят. Сейчас тут будем показывать людям квартирку однешечку. Вторичку люди смотрят. Всех интересует поближе к метро. Ну, здесь как бы более-менее цены демократичные. И до метро недалеко. И инфраструктура, смотрите, даже автосервисов куча. Вот. Ну, а на этом все пока. Всем добра, здоровья, всем удачи, хорошего настроения. Подписочка, лайкос. Кому что не нравится, дизлайкос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok